В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В минувшие выходные завершился юбилейный 25-й фестиваль подмосковных телекомпаний «Братина». Ощущения? Я пока в себя прийти не могу. Сумасшедшие ощущения. Библиотека в жилом комплексе Новомолокова переехала в новое помещение. Я надеюсь, что жителям будет в ней удобно, комфортно, и мы сможем провести мероприятие любого формата. Президентская стипендия для музыканта из Ленинского городского округа. Рустам очень тонкий и профессиональный музыкант. В минувшие выходные завершился юбилейный 25-й фестиваль подмосковных телекомпаний «Братина». Много лет в нем принимает участие и наш телеканал. В этот раз коллегам удалось привезти Видное две победные чаши. Теперь в копилке телеканала их 15. Фестиваль «Братина», события которого с нетерпением ждут телевизионщики со всех уголков Подмосковья. Это время обмена опытом, общения, творчества и, конечно, конкуренции между телеканалами. А главное, сюда хочется возвращаться. Некоторых участников можно по праву назвать старожилами. Они прекрасно помнят, с чего «Братина» начиналась. На первой «Братине» все ходили, приглядку друг на друга посматривали. Улыбки были не очень искренние такие. Но потом сидели в зале и все просматривали, все работы. И со второй «Братины», а потом с третьей, четвертой пошли обнимашки, поцеловашки. А хитрость здесь, знаете, в чем? Приходит обычный человек, а уходит другой. То есть он заражается этой атмосферой. Вот какие люди. То есть они приходят, не важно, какие приходят, главное, какие уходят. А уходят добрее, сильнее, восхищеннее. В этом году работы принимались в шести различных номинациях. Но самый захватывающий уже много лет остается «Репортаж с колес». Именно он заставляет журналистов пошире раскрыть глаза и навострить уши, побывать в непростых и даже немного экстремальных условиях. Не работает у меня. Только что работает. Да в том-то и дело, что теперь не работает. За несколько часов выловите свои темы самое интересное – собрать материал и успеть отправить все на монтаж. Как мы узнали, финогры жили самобытно. Добывали огонь, ткали полотно и даже строили домики для бабы-яги. Эти простые, но надежные устройства никогда не подводили. В отличие от фейсбука. Получить награду за этот конкурс особенно приятно. Тем более, что судьбу работы решают зрители. На этот раз они высоко оценили сюжет наших коллег из Домодедова. Второй год подряд братины за репортаж с колес уезжают к ним. Основа этой профессии – умение быстро ориентироваться в ситуации, находить суть, узнавать какие-то интересные изюминки того материала, которым идет работа. Но и наш телеканал не отставал. Уже в следующей номинации телерепортаж со сцены прозвучали заветные слова. Знать победителем телеканала «Видное ТВ». Город Видное, тот самый Эпл-2. Второй победой для «Видное ТВ» стал презентационный ролик нашего телеканала об одном из театров муниципалитета. Его также высоко оценила жюри конкурса. Мы, конечно, не можем сказать каждый раз, что будет думать жюри, и вообще, как поступит жюри, какое вынесет решение, потому что действительно очень много конкурентов. Но я считаю, что работа у Максима и у Сережи достойная. Ощущения? Я пока в себя прийти не могу. Сумасшедшие ощущения. В этом году на фестивале собрались журналисты 16 телекомпаний Московской области. И вновь дружная семья Братины пополнилась новыми лицами – молодыми корреспондентами, операторами и монтажерами. Это юбилейная Братина. Она проходит в 25-й раз. И мы с моей коллегой Елизаветой здесь впервые. И надеемся встретиться здесь в следующем году. На удачу скрести микрофоны. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Продолжается пополнение материально-технической базы Видновской районной клинической больницы. В кабинет лор-врача поступило новое оборудование. Какие проблемы позволяет решать умная техника, выяснила наш корреспондент Галина Житкова. Наша современная поликлиника работает для комфорта и удобства своих пациентов. Доктора-медсестры обустроились в кабинетах и готовы предложить новые услуги. Сейчас медицинская техника поражает возможностями. Совсем скоро можно будет измерить остроту слуха. Исследование проводится безболезненно, неинвазивной процедурой. И позволяет нам оценить слуховую функцию. То есть поставить факт, диагностировать именно снижение слуха, определить сторону поражения, тип поражения и степень. Исследование с помощью аудиометра необходимо людям, которые жалуются на снижение слуха, шум в ушах и чувство заложенности. По результатам исследований принимается решение о последующей тактике лечения либо вопросе дальнейшего слухопротезирования. Мы сможем достаточно быстро, своевременно оказывать помощь и уже дальше направлять. Это очень много времени сократит для пациента. Аудиометрия проводится взрослым и детям старше пяти лет. Если есть проблемы с атитами или длительной потерей слуха, то необходимо пройти эту процедуру. Тем более, что ехать в профильный институт не надо. Достаточно просто записаться на прием к лору. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Библиотека в жилом комплексе Новомолокова переехала в новое помещение. Культурное учреждение существует в микрорайоне с 2016 года. И за все это время меняло место расположения несколько раз. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии нового книжного дома. На новоселье Молоковской библиотеки пришли и постоянные читатели, и почетные гости. Сегодня библиотека – это не то учреждение, которое мы помним из своего детства. Сегодня все наши библиотеки в Подмосковье, в Ленинском нашем округе имеют одну отличительную особенность. Они становятся многофункциональными, социокультурными. Здесь помимо того, чтобы познакомиться с книгой, почитать, взять, здесь еще организован досуг. Всего три месяца понадобилось сотрудникам культурного учреждения, чтобы обустроиться на новом месте. Стоит отметить, что это уже четвертый по счету переезд библиотеки в жилом комплексе Новомолково. До этого помещения были маленькие и не очень пригодные для ведения какой-то активной массовой работы. Сейчас вот мы здесь у собственника арендуем помещение площадью 130 квадратных метров. И я надеюсь, что жителям будет в ней удобно, комфортно, и мы сможем провести мероприятие любого формата. Для мамы двух дочек Дарьи Родиковой библиотека давно стала любимым местом, где можно интересно провести время. Бывает, что и через день, если мы быстро успеваем детские книжки прочитать, но раз в месяц, ну это стабильно. Нравится, в принципе, и наша любимая библиотека, и то, как она организовывает. Мы тоже уже до этого участвовали в чтении книг, поэтому будем с удовольствием, конечно. Про... там была собака Даша, и она была очень смешная. Про животных, в общем-то. Что я очень люблю животных. Все, кто участвовал в организации переезда библиотеки, были награждены благодарственными письмами. После торжественного открытия все гости праздника с удовольствием отправились в путешествие по новому книжному дому. Как отметила заведующая библиотека Елизавета Коробкина, просторное помещение площадью 130 квадратных метров позволит расширить сферу деятельности. Также у нас отдельная тематика вообще нашей библиотеки, чем она отличается, наверное, от других библиотек, это то, что мы упор делаем на видео. У нас есть очень много видеоигр, где участвуют люди, поэтому эту деятельность мы будем развивать. Книжный фонд Молоковской библиотеки насчитывает более 9 тысяч экземпляров. Еще около 2 тысяч книг принесли сами читатели. Я люблю читать все книжки, когда я люблю сюда приходить и читать книги всегда. Какие ты любишь читать книги? Про принцессу, волшебницу. Сейчас в библиотеке в ЖК Новомолокова более тысячи читателей, а в связи с расширением пространства их количество, несомненно, с каждым днем будет только увеличиваться. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Витнэ ТВ. Талантливый музыкант Руслан Каблахов, несмотря на инвалидность по зрению, смог достигнуть больших высот в профессии. Он стал обладателем президентской стипендии. Сейчас молодой человек трудится в муниципальном центре культуры совхоза имени Ленина и дарит свои навыки воспитанникам. О творческом пути и планах артиста узнала Юлия Погасьян. Сегодня у музыканта Рустама Каблахова дни расписаны по минутам. Преподавательская деятельность, концерты, репетиции. Профессии молодой человек посвящает все свое время. Делится, что музыка для него стиль жизни. А началось все, когда Рустаму было 9 лет. Пошел по стопам мамы. Меня отдали по классу баяна. Выбирать не приходилось, потому что других инструментов-то и не было. И баян мне очень нравился своим благородным звуком, таким певучим. Есть в нем что-то такое чистое, я бы так выразился. Рустам инвалид по зрению. Несмотря на эту особенность и благодаря своему упорству и стараниям, молодой человек стал делать успехи в творчестве. После музыкальной школы был колледж искусств, а пять лет назад наш герой поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. В муниципальный центр культуры поселка совхоза имени Ленина Рустам попал по приглашению директора. Который меня, я бы так сказал, курировал с первого курса. То есть организовывал разные концерты, выступления. Ведь концертное выступление, каждый концерт для музыканта – это важно. Это опыт, это проверка себя. У меня кружок «Мозаика». Он направлен на музыкально-эстетическое развитие людей с ограниченными возможностями здоровья. За свою профессиональную деятельность Рустам Каблахов не единожды становился стипендиатом разных уровней. Два раза был удостоен губернаторских стипендий Ставропольского края и Ростовской области. А когда вместе с семьей переехал в Москву, точно знал – придет день, и он получит президентское признание. Он к этому шел. И ему очень звание, очень ценно, что он стипендиат президента. И вы поверьте, он даже не спрашивает сумму стипендии или что-то. Для него вот это звание – все. Это дороже любых каких-то ценностей материальных. Возможность начать свой трудовой путь в муниципальном центре культуры поселка совхоза имени Ленина для Рустама – подарок судьбы. Коллеги и подопечные для него стали семьей. В частности, благодаря поддержке творческих единомышленников, молодого человека и получается делать такие успехи. Рустам – очень тонкий и профессиональный музыкант. Он человек с очень тонкой душевной натурой. Сразу чувствуется человек-профессионал. Добившись одной цели, Рустам Каблахов уже ставит перед собой следующую. Его мечта – стать концертным исполнителем. Из-за особенностей здоровья играть в оркестре он не может, поэтому замахнулся на солиста. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Роспись по дереву, шитье и аппликация. В центральной библиотеке прошел необычный мастер-класс от квилт-клуба МБУ по работе с молодежью «Энергия». Что юные видновчане мастерили, на этот раз расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Разноцветный фетр, нитки, иголка, тесьма, немного терпения и фантазии. Таков рецепт изготовления органайзера для мелочей, который предстояло сделать юным посетителям центральной библиотеки на мастер-классе от квилт-клуба МБУ «Энергия». Может висеть в ванной ваша личная расчесочка и ваши заколочки над письменным столом. В качестве декора – контрастные нитки и деревянная лошадка. Последнюю ребятам предложили расписать красками и глиттером. Лошадка будет расписана. Постараемся расписать в технике городец. Много мелких деталей у них будет. Ниточка, иголочка. Они будут немножечко шить, будут немножечко клеить. Это все работа мелкой моторики. Ведновчанка Марина Буреева привела на мастер-класс трех своих дочерей – Арину, Варвару и Маргариту. А те захватили своих подружек. Почаще бы. Очень полезно. Мы сегодня спонтанно собрались и рады, что пришли. А дети ваши как? Вы видите, справляются или там еще нужно подтянуть? Справляются, шьют. Многие юные участницы мастер-класса, как оказалось, совсем не новички в рукоделии. Тем не менее, не упускают возможности поучиться и смастерить что-то новое и необычное. Мне шить понравилось. А ты когда-нибудь шил? Игрушку шила один раз летом. Кота. А как тебе работает с фетром? Ты вот первый раз? Или уже детка работала? Да. Ну, в первый, наверное. В первый раз, да? Ну, и что можешь сказать? Ну, если он тонкий, то с ним удобно работать. А если твердый, то сложно. С сестрой на шитье ходим, и одежду буду скоро шить. Наша сестра пока что игрушечки шьет. А ты? Я уже, да, я уже много сшила, я подняла взрослая. Такие мастер-классы в библиотеке – отличная возможность не только смастерить полезный аксессуар для дома, но и познакомиться с деятельностью квилд-клуба МБУ «Энергия». На занятиях ребята занимаются бисероплетением, лоскутным шитьем, работой с фетром, художественной росписью и декупажем, вяжут и делают народные куклы. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»